Детки, можете потихонечку выходить на воскресную школу, слава Богу. Христос Воскрес, Христос Воскрес, Одесса, Мариуполь, Киева, Киева, Херсон, Будьте благословены, слава Вашему Господу. Здесь также есть и белорусы, есть корейцы, казахстанцы, русские есть. И слава Богу, что для Бога нет нации. В силе Господи Иисус Христос, всички смей, а мы для Его драгоценной кровью, и стали Его сынами, Его дочерями. Слава Вашему Господу. Слава Вашему Господу. Первое место, которое я хочу с Вами вместе открыть, это Евангелие от Иоанна, 19 глава, 6 стих. Я буду читать на русском, например, мы читаем обычно, уставляем на болгарском языке, потому что мы живем в Болгарии, да? Слава Богу. Болгария всегда была известна как страна убежища. Здесь когда-то нашло убежище, несколько таких наций, ну и, конечно же, еврейская нация, которая во время очередного еврейского геноцида получила спасение Болгарии. Во время армянского геноцида, во временно армянский геноцид, много армян получило спасение здесь, что так много армяне получили спасение. Здесь рядом с общиной, и только близо до общината, вы можете увидеть памятник. Один памятник построен евреям, знак благодарности, что во время еврейского геноцида, во временно еврейский геноцид, Болгария спасла своих евреев. Чуть-чуть рядом стоит памятник, который построили армяне. Благодарственной надписью болгарскому народу за то, что на этой земле получилось спасение очень много армян. Поэтому я благодарен Богу за то, что сегодня служу на такой земле, которая является страной убежищи. И Веткия завет говорит, а Бибиревич не говори за то, что и в Израиле были такие города, где можно было укрыться. Но сегодня мы о воскресении Господнем, также о Его смерти, и о том, как Он был распят. И я прочту сегодня. Когда же увидели Его первосвященники-служители, то закричали, распни Его, распни. Пилат говорит им, возьмите Его вы и распните, ибо Я не нахожу в нем вины. Иудеи отвечали Ему, мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сына Божьим. Пилат, услышав это слово, больше боялся. И опять вошел к притуре и сказал Иисусу, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что Я имею власть распятия, и Моя власть имею отпустителя? Иисус отвечал, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было давно тебе свыше. Почему более греха на том, кто предал Меня тебе? С этого времени Пилат искал отпустить Его, потому что в другом месте жена Пилата приходила к Нему и предупреждала Его о том, что Иисус Христос – это Сын Божий. И, конечно, Пилат, когда услышал из уст Иисуса Христа, такие слова о том, что эта власть дана тебе свыше. А полисеи обвиняли Его в том, что Он назвал Себя Сыном Божьим. Полисеи эти глубинявали в тваче Сына Речел Божьей Сином. Он еще больше испугался. Он же теплочась и стреснул. И Пилат хотел отпустить Иисус Христос. И Пилат пусть кладут в пустни. Давайте прочитаем дальше. Мико прочитаем нотата. Иудеи же кричали, если отпустишь Его, ты не друг Кесарю. Смотрите, какой еврейский хитрый очень. Всякий, делающий себя царем, просил не Кесарю. Пилат, услышав это слово, вывел Его вон Иисуса и сел на судилище. На месте, называемом Липос Трунтон, а по-еврейски Габафа. Тогда была пятница перед Пасхой и час шестой. И сказал Пилат иудеям, все царь ваш. Но они закричали, возьми, возьми, распни его. Пилат говорит им, царя ли вашего распнул? Первосвященники отвечали, нет у нас царя, кроме Кесаря. Представляете, первосвященники Израиля объявили буквально, что наш царь это Кесарь. Поставленный Римом. То есть, этим самым они просто себя предавали под власть Рима. Тогда, наконец, Он предал Его на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, Он вышел на место, называемое Ломное, по-еврейски Галбофа. Там распяли Его с Ним двух других, по ту и по другую сторону, посреди Иисуса. Пилат же написал и надписи поставлен на крестен. Написано было Иисус Назарей, царь иудейский. Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, то есть от Иерусалима. И написано было по-еврейски, по-гречески и по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату, не пиши царь иудейский. Ну что Он говорил? Я царь иудейский. Пилат отвечал, что я написал, то написал. Потому что Он все-таки власть имущий. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежду Его и разделили на четыре части. Каждому воину по части и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху. И так сказали друг другу, не ставим раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет? Да сбудется реченное в Писании. Разделили лизы между собой и об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины. При кресии Иисуса стояли матери Его и сестра матери Его, Мария Глёпова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика, тот стоящего, который любил, говорит матери своей, Жену, все сын твой. То есть показывают на Иоанна. Потом говорит ученику, все матерь твоя. Показывают на свою мать и говорит, теперь это твоя мать. И с этого времени ученик, то есть Иоанн, взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все свершилось, да сбудется в Писании, говорит жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Вроде напоив уксусом губку и положив на Иисус, поднесли к кустам Его. И когда Иисус скусил уксуса, сказал, свершилось. И, преклонив голову, предал дух. Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тело на кресте в субботу, ибо та суббота был один великий, просили Пилата, чтобы перебить его голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени, но один из военных копьем пронзил ему ребра, и точас из стекла кровь и вода. И, видевшись, засвидетельствовал истинное свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо себе произошло, да сбудется Писание, кость его да не согрушится. Также в другом месте Писание говорит, возряд на того, которого пронзили. В прошлом воскресенье говорил о том, что за вот эти последние три дня, жизнь Иисуса Христа на земле, исполнилось более 300 пророчеств. И все они исполнились на одном человеке. Может ли это быть случайность? Разные люди, различные пророки, от царей до обычных поступков, предсказывали на протяжении сотен лет. Самые разные-разные-разные пророчества. И все они исполнились за три дня. Очень плотно и очень точно. Подтверждая каждый шаг. Каждое действие Иисуса Христа. Каждое его слов. И смотрите еще дальше. Я неспроста читаю. В некоторых церквях в день Пасхи просто читаю Библию. И я считаю, что это правильно. Потому что нет ничего более точного, более святого, более светлого, чем само Священное Писание. Не его трактовали, а чистое Божие Слово. Можете сказать на это о нём? После всего Иосиф из Аримафии, ученики Иисуса, но тайный, из-за страха от иудеев. Он тайно верил в Иисус Христа. Просил Пилана, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также Никодим. Помните тот Никодим из 3 главы Атриана? Учитель Израиля. Приходивший прежде к Иисусу ночью и принес состав из мирной и алоэ литр около ста. Сто литров. Можете себе представить. Это целое состояние. И так они взяли тело Иисуса и обвели его пеленами с благогониями, как обыкновенно погибают иудеи. На том месте, где он распят, был сад. И в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейские, потому что гроб был близко. Аллилуйя. Аминь. И вы знаете, это писал апостол Иоанн. Его еще называют Иоанн Богослов. Ученик, которого любил Иисус Христос. Который возлежал на груди Иисуса Христа. Который взял Мать Иисуса Христа к себе. И потом заботился о ней до самой ее смерти. Невероятно, правда, человек. И вы знаете, мы сейчас прочитали эту ситуацию, которая для кого-то, ну, по крайней мере, для учеников Иисуса Христа. Для апостолов и для женщин, которые следовали за Иисусом. Она показалась на то время просто чем-то ужасным. Потому что у них на глазах убили их любимого Учителя. Которого они считали Господом. Которого они считали Спасителем Израиля. Которого они считали Царем. И они верили в то, что Он спасет Израиль. Что Он принесет победу. Но этого не произошло. Его взяли. Его обливали. У них на глазах. Избили страшно. Пропустили через полк. Вы знаете, что такое пропустить через полк? Это значит, Иисус Христос прошел. Через воинов, через солдат. Через целый полк. И каждый солдат нанес ему удар. И ударил его. Кулаком. Или ногой. И потом еще плюнул. Над ним издевались. Били его по щекам. Одели на него терновый венец. Вбивали этот терновый венец. В скальп. Вы знаете, это очень больно. И кровь его текла с чела. Просто вот так заливало глаза. Все тело его избитое было римскими плетьми. И всю эту картину видели ученики. И от этого ужасающего зрения. Они все разбежались. Они оставили Иисус. И Иоанн остался. Потому что давно он был юношем. В принципе, это был мальчик. Когда он присоединился к Иисусу, стал учеником. И исторические факты говорят, что ему было примерно 16-17 лет. Три года он ходил с Иисусом. Ему стало примерно 20 лет. Его знали среди таких видных иудеев. Поэтому позже вы можете прочитать, что его впустили во двор Каиафа. И написано, что они знали его. Он был из богата семейства. А потом он попросил служанку и пустили апостола Петра. И вот распинают Иисуса Христа. И Иоанн все это видит. Получает ответственность за Мать Иисуса Христа. И вот по-человечески можно подумать, что конец. Но полная безнадежность. Безысходность. Безысходность. Но ничего уже не может. Ничто не может ему вымогнивать. И ничего не спасет. Потому что нашего спасителя убили. За что бы спасителя не убить. Убили так жестоко. Убить его толково жестоко. Профессиональный убийц. Пронзили его насквозь. И из тепла кровь и вода. И оживить его. По-человечески. Но никто уже не сможет. Никто и не может. Потому что кто живет без крови. И какой может доживеть без крови. И вы знаете, почему я сегодня об этом так рассказываю? И за что рассказываю такое подробное задумание? Сегодня для кого-то вот эта жизнь, ситуация в Украине может показаться какой-то безысходностью. И что все идет к такому краху. И что спасти уже ничего невозможно. Ну вы знаете, вот в те ситуации. Когда нам, людям кажется, что конец. Очень часто. И для Бога это только самое начало. Потому что то, что человеком невозможно. Для Господа Бога все возможно. И вы знаете, через какое-то время. В этом же Евангелии от Иоанна. Мы можем прочитать. Что в первый день недели. День воскресного. Сперва Мария Магдалина пошла. И увидела. О том, что у Господа нет в гробнице. Что камень отвален. Она бежит к ученикам. И говорит о том, что учителя нет в нашего гробнице. Кто побежал в гробнице? Петр и Иоанн. Но так как Иоанн был юношей. А Петр был уже в таком солидном возрасте. Историки говорят, что ему было что-то. Около 50 лет. Иоанн някоги на 20 лет. Иоанн някоги на 20 лет. У него были быстрые юные ноги. Иоанн быстро добежал. Той бързо истичал. Зашел в гробницу. И увидел там. Плащаница лежит. Правда? Дрехата. Иоанн вышел и сказал Петру. Что? Иисуса нет там. Петр заходит. Смотрит, что плащаница вот так лежит на гробнице. И там, где лежала голова Иисуса Христа, лежит плат. Лежит плат. Аккуратно сложен. Просто аккуратно сложен. Совсем недавно я прочитал интересные еврейские обычаи. Что у евреев принято. Ну, например, когда один господин сидит за столом. И принимает трапезу. И принимает трапезу. И потом, когда он встает. И хочет уйти. Ну, выдавались такие платки. Как и сейчас в ресторанах выдаются. И мы туда обычно складываем, чтобы не запачкаться. И господин берет этот плат. И просто бросает его на стол. И тот обслуживающий персонал, который видит это. Он понимает, что трапеза закончилась. И можно убирать. Но если человек аккуратно складывает вот этот плат. И ложит на тарелку. Это говорит о чем? Я еще не закончил. Я еще на этой земле не закончил. Не убирайте, я еще вернусь. Вот то, что говорит вот этот аккуратно сложенный плат. Иисус Христос еще не закончил. Он еще вернется. Вы в это верите? Маранаха написал. Ей. Господи Иисус Христе. Господи Иисус Христе. Той грядет. Он грядет. Иисус Христос скитва. Аллилуйя. Вы знаете, апостол Иоанн проживает долгую жизнь. Апостол Иоанн не живя во много долгых живот. Уверовал в 16. Умер в 16. Умер во Христе Иисусе. Примерно в возрасте 96 лет. 96 лет. Можете спрятать? Минус 16. 80 лет служения. Вот такой удивительный человек. Что пережил Иоанн? Конечно, Иоанн пережил колоссальное пробуждение. Иисус Христос воскрес. Пятидесятница. Сошествие Святого Духа. Крещение апостолов огнем и силой. Это здорово, правда? Много благословений. Пошли евреи во времена Россия. И много людей уверовало. Но что еще пережил Иоанн? Вы знаете, убивает апостола Петра. Убил апостола Петра. Пронзает мечом апостола Павла. Пронизывает со скопия апостола Павла. Апостол Андрей погибает где-то на востоке. Апостол Андрей загибает где-то на истоке. И так далее. Один за другим. Апостол Филипп. Апостол Яков. И все погибают какими-то мученическими смертями. Кого-то распяли. Кого-то распяли. Кого-то распяли. Вверх ногами. Кого-то пронзили копьем. Кого-то просто разорвали. Кого-то побили камнями. И вот апостол Ян это все слышит. Видит. И ни одного из апостолов. Ни одного из его соратников. Не остается. Наступает 70-й год после Рождества Христова. Как и предсказывал Иисус Христос. От Иерусалима. Святого Города. Не осталось камня на камне. Не устало ни тукамок. Вы знаете об этом? Просто разрушенный город. Еврейский кросс просто текла как река. Мощный еврейский геноцид. Очень много евреев погибло. Оставшиеся евреи были россиями. Ну знаете, я хочу сегодня открыть вот это место. Оно написано в книге Откровения. Которое также написал апостол Ян. Вот Ян переживает все вот эти катаклизмы. Иерусалима больше нет. Друзей его больше нет. Мать Иисуса Христа умерла на руках. Все его последователи просто погибли. Никого не осталось. Сам апостол Иоанн, откуда пишет вот это послание? Апостол Иоанн пишет два послания. Из ссылки. Он посажен за служение Иисусу Христу. Пережил пытки. Историки говорят, что его валили в раскаленном масле. В большом котле. Не думайте, что апостол Иоанн такой счастливчик. И лежал в страшной муте. За Иисуса Христа. И вот он на острове Патус. Пишет нам послание. И мы можем сегодня его читать. И можно ли мы верить этому посланию? Мы можем друг друга верить. И я верю. А с верным в ней. Почему я верю? За что? Потому что вот апостол Иоанн пишет. Слова Иисуса Христа. От Ефистской церкви до Ладийской церкви. И мы сегодня можем проследить, что все это уже исполнилось. Мы называем это период. Периоды Эфессской церкви. Периоды Фессалоникийской церкви. Периоды Фессалоникийской церкви. И так до Лаудикийской церкви. И мы живем сегодня в период Лаудикий. Так или не так? Это место исполнилось. От Ефеса до Лаудикий. И вот мы читаем сегодня. это исполнилось и это исполнилось ну и вот это наверное тоже исполнится почему потому что раз исполнилось 70 процентов оставшиеся 30 процентов тоже давайте мы прочтем сегодня апокалипсис апостол ян пишет откровение данному лично иисусом иисус увидел я новое небо и новую землю и во прежнее небо и прежняя земля миновали и море уже нет я я увидел святый город юс и русали новый новый скажем новые новая украина сегодня новый киев называют иерусалиму тоже сходящие от бога с неба приготовлены как невеста украшенная для мужа своего и услышал я громкий голос неба говорящий все скиния бога с человеком и он будет обидать с ними и они будут его народом и сам бог с ними будет богом их и отреку всякую слезу сочирик и смерти не будет уже не плачь него не болезнь уже не будет ибо прежнее прошло и сказал сидящий на престоле все творю все новое и говорит мне напиши ибо слова сии истины и верны это иисус христос был его слова истины и верны и сказал мне свершилось я и сим альфа и омега начало и конец жаждущим дам даром от источника воды живой побеждающий наследует все и буду ему богом и он будет не сыном боязли уже неверных скверных убийц люботеев и чародеев и дал служители всех лжецов участь в озере горящим огнем и серый это смерть 2 мы знаем что после второй смерти уже все пришел ко мне один из семи ангелов было семь чаш наполненных семью последними язвами и сказал мне пойди я покажу тебе жену невесту агнес и вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город святой русалин который не сходил с неба от бога он имеет славу божию светил его подобно драгоценнейшему камню как бы камню яспису кристалловидно он имеет большую высокую стену мне вина воротами на 15 ангелов на воротах написаны имена двенадцати колен свят mieszra tale с востока другой ворот и севера трое ворот из юга твой во род и запада туропом стена города имеет 12 основания и на них имена 12 апостолов агнес включительно апостолы я наверх читает основания города и посолима он читает свое имя тебе было бы радостно если бы ты прочитал имя свое имя и я думаю что очень рада стена города имеют 12 оснований говорящий со мной имел золотую тость для измерения города и ворота и стены город расположен четырех угольников идет описание как построен небесный иерусалим то знаете я переживаю сейчас радость я думаю что апостолы она была очень рада знаете вот и я который потерял все потерял все на этой земле но бог ему дает великую надежду если ты потерял что-то на земле я тебе вас дам 30 60 краток там на небе если ты оставил мать сестру оставил или брат или отца говорит так иисус христос ныне же получишь на небесах в 30 60 100 краток сестер и братьев и матерей и отцов но так это или не так это слова иисуса они не изменить если ты оставил дом на этой земле потерял дом потерял страну и он потерял целую державу израиль перестал существовать как государство можете себе представить представить являлась ли вы для вас это трагедии если вы узнали сегодня украины больше нет я думаю что это очень страшно не дай бог ну тогда это случилось израиль перестал существовать и конечно это большая трагедия сегодня вам сказать я все это пережил и он на земле и на тазе земля потерял все абсолютно все абсолютно все и что и он лег на землю и как после случая в апатию депрессии все господи твой господи конец настал края я больше не буду служить тебе какой там бог вообще да пошли вы куда-нибудь подальше да сказал так я служение она продолжил его служение делось 80 лет служение было слабо послужение бешеслава это был самый мощный апостол всех других уже перестала будешь и шли к нему я скажу я напиши на пиши мы верим тебе потому что ты ученик иисус христа ты остался с ним до конца ты остался ему верить скажи я буду служить господи несмотря ни на что несмотря на то что сейчас происходит вы знаете вот писание говорит зачем метутся народы и замышляет суде за что месяц суета ну такая суета сейчас я вчера с наталья немножко новости я я священник но знаете я могу выразить это полнейшую думу просто лунница по-болгарски просто люди посходили с ума просто вообще не понятно что вообще происходит но нам стоит ли на это вообще отрекаться нам ведущим христианам на кого мы смотрим и кого мы слушаем я хочу сегодня прочесть последнее место это мой любимый один из моих любимых псалом псалом номер семьдесят два я тоже хочу прочитать сегодня полностью потому что вот сегодня вот такой день день чтения святого Писания псалом 72 с первого стиха как благ Бог к Израилю к чистым сердцем а я едва не подшатнулись ноги мои едва не подскользнулись стопы мои я подскользнулись завидовал безумно в виде благодетства нечестивых и бои мне страдания до смерти их и и другие силы их на работе человеческие нет их и с прочим людьми не подвергают суда от того гордость как оживили обложила их и дерзость как наряд одевает их выкатились от жира глаза их бродят помыслы в сердце на семя издеваясь злобно разложают клевету говорят с высока поднимают к небесам уста свои и язык их рассказывают по земле потому туда же обращаются народ его и пьют воду полную чашу и говорят как узнает Бог если ведь не усилишь и вот это эти нечестивые благодетствуют веки все умножает богатство я сказал так не напрасно ли я очищал сердце моё и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обречением всякое утро но если бы я сказал буду рассуждать так то я виновен был бы пред родом сынов твоих и думал я как уразуметь это но трудно было в глазах моих доколе не вошел я в святилище божие не разумел конца их так на скользких путях поставил ты их и не извергающий их в пропасть как нечаянно пришли они в ужасов как сновидение по пробуждение так ты господи пробудив их уничтожишь мечты когда кипело сердце моё и терзалась внутренность моя тогда я был невежда и не разумел как спутник был пред тобой но я всегда с тобой не держишь и держишь меня за правую руку ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня славу и вот этот уникальный стих 25 кто мне на небе и с тобою ничего не хочу на земле кто мне на небе кто мне на небесах знаете если твой бизнес сегодня дороже тебе больше чем господь иисус христос если господь на тебя дороже твоего бизнеса ти всегда будешь успешно потому что господь будет рога водителем но знаете бог каждый раз испытывает нас на протяжение своей христианска жизни мы с не меня оставить свою женю в казахстане просто вот так все потерять просто загубите всичку за бесценок продали все квартиры машину и приехали сюда в Болгария и мы прибыли сюда уповая на господа и мы знаем что мы потеряли и мы а также знаем что Бог воздаст и благословим потому что он верит и Бог это сделал и Господь го направил сегодня я не могу себя назвать богат и я не могу себя назвать и бедным так же я также хочу сказать что придет время и мне придется все потерять и что Потому что в этой земле я не смогу с собой забрать ничего. Абсолютно ничего. Так стоит ли мне за это цепляться? Стоит ли мне за это держаться? Кто мне на небе? Меня Иисус на небесах ждет. Он приготовил для меня золотую горь. Он меня так любит. Слово Божие будет, даже если мать оставит свою. Бог никогда не оставляет своих детей. Поэтому наше жительство на небесах. Посмотрите сегодня на апостола Иоанна. Последние свои годы он уже не жил на земле. Все его жительство было на небесах. На земле у него ничего и никого не осталось. И ничего не удерживало его, кроме церкви Божьей. Который он еще продолжал служить. А вы знаете, апостол Иоанн это был еврей. Апостол Иоанн был еврей. Чистый еврей. Описал нам послание свое. Всем церквям, которые достались его по наследству. От апостола Павла. Который тоже был чистейшим евреем. Он основал очень много церквей из язычников. И вот это уникально. Апостол Иоанн пише сегодня нам. Обращен нам из язычников. Это уникальное послание. Которое уже в большей степени исполнилось. И оставшаяся часть, она тоже обязательно исполнится. Поэтому ты можешь поднять его как свое личное обетование. Бог это лично мне обещал. А Бог верит. Он не человек и Он не обманывает. Если Бог пообещал, то это есть всегда да и аминь. Можете сказать сегодня слава Иисусу. Кто мне на небе? Ничего не имею на этой земле. Наше жительство на небесах. Мое гражданство на небесах. Даже если я все на этой земле потеряю. На небесах меня ждет что-то лучшее. Не видел того глаз. Не слышал это мулкот. Не не чувал око. И не зная того сердца. Не познава сердце. Что приготовил Бог. Това, което е приготовил Господь. Свои възлюбления. И знаете, на самом деле. И наистина. Мне 56 лет сегодня. Аз съм на 56. И я просто так вот переживаю какие-то дни благословения. Мне нравится жить с Господом. Мне нравится не грешить. Мне нравится сохранить себя в святости. Мне нравится открывать новую церковь. Сейчас родилась еще одна церковь в Бургасе. Мы провели первое причастие. И проведохме первое причастие. Впервые люди пожелали принять годное кричение. И у меня велика радость на сердце. И аз имам велика радость на сердце. Потому что Бог продолжает свое служение на земле. Наша церковь становится маленькой. И меня это радует. И меня это радует. Сегодня я увидел опять. Как наша церковь расширяется. Как церковь не се расширяется. И я говорю, Господи, какой ты премудр. И казвам, Господи, колко ты мудр. Потому что вот напротив нас находится большая военная больница. И там лежат военные. И знаете, это раньше место было известно тем, что вот самый высокий этаж, где сейчас там стоят решетки. Там люди сбрашивали с окна. Военные поканчивали жизнь самоубийством. Поэтому там сейчас стоят решетки. Но мы здесь уже прошлым летом проводили евангелизацию. Мы просто выходили на эту площадку. И пели христианские песни. И проповедовали. Господь здесь устроил уже сцену. Сцену для того, чтобы мы проповедовали военных. И мы об этом даже не подозревали. Но пути Господни неисповедимы, правда? Поэтому мы еще будем расширять нашу церковь. Нам предложили здесь выкупить землю. И я верю в то, что если это Господь, оно обязательно используется. И будем расширять церковь. Правый, и влево, и наверх. Для чего? Пока еще есть время на земле. Пока это угодно нашему Господу. Пусть Господь это исполняет. Нека Господь поисполняет. Будьте благословены, братья и сестры. Иисус воскрес! Иисус воскрес! Иисус воскрес! Одесса, Херсон, Мариуполь.